Сегодня в России зарегистрированы 9 вакцин от коронавирусной инфекции. Запасов вакцины достаточно, сроки пригодности препарата продлены, а его безопасность не вызывает сомнений. Вместе с тем, производство можно возобновить в любой момент. Вакцины хватит всем, заверили в Министерстве промышленности и торговли. Ранее производителями был наработан значительный объём вакцин, позволяющий обеспечить текущие темпы вакцинации даже в случаях резкого увеличения. Спутник Ви, первая зарегистрированная в России вакцина, доказавшая свою эффективность в пик пандемии, по сути, осталась и единственным предложением. Наряду с инъекционной формой началось применение и назальной, идентичной по составу. Ожидается, что препарат будет эффективен против различных штаммов коронавируса, поскольку вакцина содержит S-белки всех групп родственных штаммов. Раз, два, три, вдох. Хорошо, замечательно. Всё, по стеночке востекает остаточка вакцина. Да, это правильно, это всё, как должно быть. Использовать спутник Ви в форме спрея впервые начали в Курской области. Клинические испытания такого способа проводились с февраля этого года. В центре Гамалея заявляют, что интраназальное использование лучше всего подойдёт для ревакцинации. При этом человек, дополнительно привитый назальной вакциной, не будет распространителем вируса. Сначала надо провакцинироваться внутримышечно спутником Ви. А так как вирус в организм человека входит через носоглотку, то интраназальная вакцина создаёт местный иммунитет при вдыхании, и возбудитель будет сталкиваться с антителами. Сейчас назальную вакцину завозят и в другие регионы. Осенью она появится и в столице. Также по лицензии центра имени Гамалеи стартовало производство её аналога под названием «Солновак», которым занимается одна из частных компаний. Согласно инструкции, его состав полностью идентичен спутнику. Но российские учёные продолжают искать идеальную формулу для борьбы со всеми штаммами и мутациями вируса. В Санкт-Петербургском институте вакцины сывороток разработан препарат «Конвас-Эл». Вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которые были выпущены ранее, они нацелены на белок С. Это поверхностный белок вируса. И нацелены они на выработку антител против этого белка. Вакцина «Конвас-Эл» нацелена на внутренний белок вируса, на белок Н. И у нас не только антитела важны, очень сильно важен клеточный иммунитет, который вырабатывается на белок Н. Разработчики утверждают, что вакцинация препаратом «Конвас-Эл» будет приводить к выработке высоких титров антител даже при взаимодействии с будущими разновидностями ковида. Поскольку у белка Н консервативность высокая, он похож более чем на 90% на белки других бета-коронавирусов, по этой причине и для новых штаммов мы ожидаем, что защита будет на том же уровне, что и для штаммов, отстранённых на данный момент. Сейчас заканчивается второй из трёх этапов клинических исследований «Конвас-Эл». Всего испытания были проведены на полутора сотнях добровольцев. Сейчас для разрабатываемых вакцин от ковида действует процедура ускоренной регистрации, которая позволяет вывести её в гражданский оборот до завершения последней фазы испытаний.